Казахстан с начала Всемирных игр кочевников возглавляет медальный зачет. Всего в копилке у наших спортсменов 40 медалей, из них 20 золотых. Наш корреспондент Асимжан Жузбаева находится прямо сейчас в Этно-ауле, где прошло награждение победителей. Асимжан, добрый вечер. Поделись последними новостями. Приветствую, Диас. Сегодня состоялись соревнования по девяти видам спорта. В том числе прошел финал по традиционной стрельбе из лука по мишене Халхан. Меткостью и умениями мерились на базе конно-спортивного комплекса Аргамаг 180 спортсменов из 33 стран мира. И не могу не похвастаться, что мы стали свидетелями того, как наш лучник Ербол Топенов завоевал серебро. Сразу после игры мы записали его впечатление от соревнований. Предлагаю послушать. Учитывая, что данные игры проходят в нашей стране, ощущалась ответственность. Вот самое сложное было вот это вот. Но, видите, поддержка народа, это все помогало. Пришли наисильнейшие, я скажу, из мира, из 35 стран. Отбор у них был очень жесткий. Так что легких соперников не было. От нашей страны всего участвуют 10 лучших лучников. Напомню, вчера они принесли золото и три бронзы. После очередной победы своими эмоциями поделился тренер национальной сборной. Эмоции, конечно, переполняются, потому что, во-первых, это труд ни одного дня. Несмотря на это, наши спортсмены подтвердили, что они все-таки казахи-миргены. С начала года, в феврале, мы начали на каждом тренировочных сборах отбирать лучших спортсменов. На этом турнир для наших лучников еще не закончился. Завтра будет сложная подвижная мишень «Жамбе» в командном стиле. Кроме этого, ожидается проведение состязаний по 15 видам спорта. Надеемся на новые победы наших спортсменов. Желаем им удачи. Диас. Спасибо, Асим Жан. Очень отрадно видеть счастливые лица наших победителей. С каждым днем схватки между участниками спортивных состязаний всемирных игр кочевников становится все ярче. До новых побед!